здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости канала на днях я была в киеве проходила мастер-класс по кремовым тортам мой тортик который я делала на мастер-классе техника ламбет и нанесение шоколада и разукрашивание картинки декор гелем моя работа тортик в малазийском стиле выравнивала торт растительными сливками цветы из масляного крема узнала для себя очень много нового освоила малазийскую и корейскую технику украшения тортов технику витраж крема вышивка по торту кремом научилась работать с масляным и сливочным кремом и крем-пастой которая готовится на бабах закрепила знания по белково-заварному крему и техники ламбет в общем вас ждут новые и очень полезные видео смотрите мой канал сегодня я вам покажу как можно приготовить такой красивый праздничный тортик это у меня шоколадный бисквит с кремом брюле и украшала я торт белково-заварным кремом картинку делала шоколада и разрисовывала ее декор гелем смотрите видео для шоколадного бисквита нам понадобится 5 яиц пол пачки ванилина 150 грамм сахара 120 грамм муки и 30 грамм какао на кухонной машине взбиваем 5 яиц пол пачки ванилина и 150 грамм сахара яйца с сахаром взбиваем пышную массу яйца взбили в пышную массу теперь понемногу добавляем муку и какао и хорошо перемешиваем тесто хорошо перемешали с помощью лопаточки проверяем нету ли комочков никаких тесте тесто идеальное легкое мягкое теперь беру форму диаметром 23 сантиметра и выливаю тесто в форму отправляю тесто в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень бисквит выпекался 40 минут бисквит достали с формы теперь нужно его немножко остудить для крема в брюле нам нужно 200 миллилитров растительных сливок и сгущенка и риска сначала сливки взбиваем смотрите сливки взбились пышную массу теперь к сливкам добавляем сгущенку и риска каждый добавляет по вкусу по сладости кто-то любит более сладкий крем кто-то менее сладкий но у меня где-то три с горой столовых ложки это пол банки продолжаем снова взбивать до пышности крема вот такой вкусный и пышный крем у меня получился сейчас будем промазывать им коржи свой бисквит я разрезала на три части бисквит получился очень нежным и мягким он прям воздушный пропитывать я буду его сладким кофе с помощью кисточки вы можете любым сиропом который вам нравится я решила сделать кофейную пропитку корж пропитали теперь промазываем кремом боже этот крем просто волшебный он такой вкусный и нежный мне кажется я даже его много сделала для своего тортика этого крема этой порции хватит полностью покрыть тортик ну там и посыпать например его орехами но я буду украшать его белково-заварным кремом делать новогодний тортик накрываем вторым коржом я его уже пропитала смотрите какие вообще коржи мягкие и накрываем третьим пропитанным коржом разравниваем тортик края затираем и отправляем в холодильник до застывания крема а потом будем уже его украшать белково-заварным кремом сейчас хочу вам показать как мы будем красить гель декор вот у меня прозрачного цвета наш петушок будет яркий красочный часть декор декор геля у меня уже покрашена вот такой синий цвет это я еще раньше покрасила значит берем вот в любую тарелочку петушок у нас небольшой но мне надо сделать разные цвета я этого будет достаточно маленькой ложки красный нужно сделать беру красный краситель americolor red и нам нужно добавить декорки сделать красивый красный 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 есть отставляем в сторонку берем теперь еще небольшую ложечку нужно оранжевый цвет сделать тоже беру краску americolor orange у нас этот год огненного петуха поэтому и петушок у нас должен быть яркий красивый так покрасили следующий сейчас берем немножко берем немножко зеленого торговая марка украса зеленое яблоко вот краситель что получится гель хорошо окрашивается вижу любыми красителя теперь мне нужно немножко желтого и немножко коричневого берем это уже ореха зуевские красители желтый и последний мне нужен коричневый тоже совсем немножко тоже беру ореха зуевские красители коричневый немножечко чтобы не слишком темно все декор гель готов разукрашивать вот такого красивого петушка гель декора беру корнетик немножко красного красителя сюда не красителя немножко добавляю красного декор геля и приступаем к работе кончик нужно срезать вот и сейчас будем красить начинаем с гребешка петушок у нас будет как живой гребешок готов теперь мы здесь тоже заполним ну а теперь на ваше усмотрение что вы хотите сделать красным то и делайте теперь сделаем одно перышко или даже два оранжевого цвета очень быстро сделать тортик с гельевой композиции быстро и красиво так же здесь только край делаем есть коричневый гель декором делаем низ петушку теперь желтым гель декором красим в петушка цвета вы можете подпирать сами это ваша фантазия ну вот как-то не захотелось сделать такого петушку гель нужно наносить аккуратно чтобы не зацепить слой крема потом у вас просто гель смешается с кремом и работа будет выглядеть неаккуратно поэтому старайтесь сейчас поверх желтого гель декора я буду наносить зеленый вот как вы видите такие мазки петушок у нас яркий осталось голубым сделать глаза сейчас сделаем ободок тортика насадкой звездочка на пять зубков на маленькая номер пятнадцать протягиваем протягиваем и протягиваем смотрите теперь этой же насадкой мы вокруг петушка выдавим звездочки просто чтобы вот все изъяны у нас закроются или можно взять маленький шпателек горячую воду и все нужно было загладить но так как я собиралась делать звездочки вокруг петушка я этого не делала смотрите какая красота у нас получилась и мы сверху доделаем бордюрчик наш у меня насадка на четыре зубка она такая маленькая часто этой насадкой побольше делают сирене в общем сверху я повторяю рисунок только покрасила белково-заварной крем красный цвет и в общем сверху я и и и и и и и и и я и Сейчас смотрим, что мы сделаем внизу. Вот такую красоту делаю. Вот такой тортик у меня получился. Шоколадный бисквит с кремом брюле и украсили в новогодней тематике. Огненный петушок. Если хотите, можете добавить надпись с Новым годом или 2017 год. Я оставлю так. Торт в разрезе. Сочный и очень вкусный. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч! Пока-пока!